Основные параметры исполнения бюджета за 2019 год характеризуются следующими показателями. Доходы в сумме 894,809,4 тысячи рублей, расходы в объеме 882,470,5 тысячи рублей, профицит бюджета составил 12,338,9 тысячи рублей. Что касается доходной части, в целом исполнение бюджета по доходам в 2019 году составило 99,5% уточненному годовому плану. Темпы роста к 2018 году составили 115,7% или 121,729,8 тысячи рублей. По налоговым и неналоговым доходам рост составил 115,4% или 32,595,8 тысячи рублей. Значительный рост налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2018 годом произошел за счет увеличения поступлений штрафов, санкций и иных сумм, поступающих в возмещение ущерба на 30,474,1 тысячи рублей. Налогов на доходы физических лиц на 4,127,4 тысячи рублей. Доходов от аренды имущества, находящегося в собственности муниципального района на 942,2 тысячи рублей. А также платы за негативное воздействие на окружающую среду на 590,6 тысячи рублей. В 2019 году практически по всем доходным источникам бюджетные назначения выполнены на 100 и более процентов. Поступление по налогу на прибыль организации составили 26,4 тысячи рублей, что на 6,4 тысячи рублей больше плановых назначений. Исполнение составило 132%. Бюджетные назначения по налогу на доходы физических лиц в сумме 47,438,6 тысячи рублей. Фактическое поступление составило 50,905,8 тысячи рублей. Бюджетные назначения по данному доходному источнику исполнены на 107,3%. Что касается акцизов по подакцизным товарам, производимых на территории Российской Федерации, поступило 218,7 тысячи рублей или 111,4% от годового плана. Бюджетные назначения по единому налогу на обмененный доход для отдельных видов деятельности на 2019 год составили 1,120,000 рублей. Фактически же поступило 1,181,4 тысячи рублей. Бюджетные назначения исполнены на 105,5%. Бюджетные назначения по единому сельхозналогу за 2019 год исполнены на 185,7%. Доход районного бюджета поступило 110,1 тысячи рублей. В 2019 году налога поступило на 61,5 тысячи рублей больше, чем в 2018 году. Увеличение поступления налога сложилось по следующим видам деятельности. Это выращивание однолетних культур, а также разведение молочного крупного рогатого скота, производство сурового молока. Что касается налогов, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, поступления по данному налогу составили 41,2 тысячи рублей, при плановых назначениях 25,3 тысячи рублей. Исполнение составляет 162,8%. Бюджетные назначения по доходам от арендной платы за земельные участки на 2019 год составили 34,598,9 тысячи рублей. Фактическое же поступление составляет 34,605,6 тысячи рублей. Таким образом, бюджетные назначения исполнены практически на 100%. Бюджетные назначения по оплате за негативное воздействие на окружающую среду составили 1,765,000 рублей. Фактическое поступление составляет 2,211,000 рублей. Таким образом, бюджетные назначения исполнены на 125,3%. Что касается доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, поступления составили в сумме 470,5 тысячи рублей или 131% от бюджетных назначений. Перевыполнение плановых показателей по данному доходному источнику связано с увеличением количества заявок, поступивших на выкуп земельных участков по сравнению с планируемым. Что касается бюджетных назначений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба, они составили 143,526,3 тысячи рублей. Фактическое исполнение составляет 151,1,5 тысячи рублей или 105,2% от первоначального плана. Годовые плановые назначения выполнены менее чем на 100% только по одному доходному источнику. Это доходы от оказания платных услуг, которые формируются за счет родительской платы, за содержание детей в муниципальных казенных учреждениях, реализующих основную общую образовательную программу дошкольного образования. При плановых назначениях 973,6 тысячи рублей фактически в доход бюджета поступило 929,2 тысячи рублей или 95,4%. На невыполнение плановых назначений оказало влияние увеличение по сравнению с планируемым количеством количества льготной категории детей. Поступления в районный бюджет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы составили 650,442,8 тысячи рублей или 97,5% от утвержденных бюджетных назначений. Стоит отметить, что более половины межбюджетных трансфертов, зачисленных в бюджет 2019 года, имели целевую направленность. Самые крупные суммы пришлись на образование, жилищно-коммунальное хозяйство, культуру и соцполитику. Финансовая помощь из краевого бюджета в виде дотации составила 168,490,3 тысячи рублей в виде субсидии и сургенции 425,164,8 тысячи рублей. Резервами доходов районного бюджета в 2019 году является недоимка по налоговым доходам в сумме 369,3 тысячи рублей, а также задолженность по неналоговым доходам в сумме 17,355,3 тысячи рублей. Что касается расходной части, в целом в отчетном году обеспечено стабильное финансирование расходных обязательств Тачинского района на общую сумму 882,470,5 тысячи рублей. Это на 127,838,5 тысячи рублей выше уровня 2018 года. Расходы бюджета в 2019 году исполнены на 94% к уточненному плану. В разрезе распорядителей бюджетных средств исполнения варьируется от 63 до 100%. Наиболее низкий процент исполнения сложился по разделам бюджетной классификации, это жилищно-коммунальное хозяйство, 67,7%. При плане 75,702,6 тысячи рублей факт составил 51,219,2 тысячи рублей. Недовыполнение в сумме 24,483,4 тысячи рублей. По разделу охраны окружающей среды исполнение составляет 71,9%. При плане 2,015,3 тысячи рублей факт сложился в сумме 1,449,5 тысячи рублей. В частности, финансирование социальной политики обеспечено в сумме 79,613,9 тысячи рублей с приростом 157,4% к уровню 2018 года. По образованию эта сумма составляет 422,221,1 тысячи рублей. Прирост к 2018 году 112,1%. По культуре 74,548,5 тысячи рублей. Прирост составляет к 2018 году 106,8%. Что касается физической культуры и спорта, то по данному разделу финансирования обеспечено в сумме 20,056,6 тысячи рублей. Таким образом, прирост составляет 139,3%. В 2019 году выполнялись задачи по поддержанию уровня заработной платы отдельных категорий работников в рамках соотношений, установленных майскими указами президента Российской Федерации, а также индексации заработной платы против категорий работников. Целевые показатели дорожных карт по повышению оплаты труда отдельных категорий работников в 2019 году выполнялись. Что касается расходов экономического характера, они увеличились по сравнению с 2018 годом на 56,2% и составили 122,662,3 тысячи рублей. Объем средств на поддержку сельского хозяйства составляет 23,128,5 тысячи рублей с ростом к уровню 2018 года почти в 2,9 раза. На финансирование дорожного хозяйства было направлено 10,771,3 тысячи рублей. На жилищно-коммунальную сферу 51,219,2 тысячи рублей. По плану было предусмотрено 75,702,6 тысячи рублей. Что касается общего объема трансфертов сельским поселениям в 2019 году, объем составил 97,352,5 тысячи рублей, в том числе это финансовая помощь в виде дотации 29,461,1 тысячи рублей. Основная часть средств перечислены на реализацию вопросов местного значения сельского поселения. Общий объем расходов на ремонт объектов муниципальной собственности, а также обновление материальной базы учреждения в 2019 году составил 60,663,2 тысячи рублей, в том числе за счет целевых средств федерального и краевого бюджетов это 19,173,6 тысячи рублей. За счет местного средства на эти цели было направлено 41,489,6 тысячи рублей. Таким образом, бюджет исполнил в 2019 году с профицитом в 12,338,9 тысячи рублей. Стоит отметить, что муниципальный долг по состоянию на 1 января 2020 года отсутствует, коммерческих бюджетных займов в течение 2019 года не привлекалось, исполнение бюджета осуществлялось в пределах собственных финансовых ресурсов. Кредиторская задолженность на 1 января 2020 года составила 6,163,2 тысячи рублей, так в том числе просроченная кредиторская задолженность 5,959,7 тысячи рублей перед ООО РТХ за счет средств краевого бюджета на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения оплаты за граждан за коммунальные услуги. В настоящее время данная задолженность погашена. Продолжение следует...